Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. Итак, в этом видео я хочу сделать вам обзор своей новой легкоходной подушечки. Это подушка от фирмы Seattle Summit. Они делают очень ультралегкую снарягу для походов, туристов. В общем, вот так вот выглядит моя подушка в упаковке. Масса данной подушки. Сейчас я вам скажу, чтобы не соврать, я ее взвешу. Это 76 грамм. То есть это не самая легкая подушка, которая у них существует. Есть гораздо легче, но это была с приставкой премиум. То есть она покрыта таким небольшим, таким плюшевым материалом, что ли, что. Ну, очень, ну, такой приятный на ощупь. Поэтому я думаю, сон все-таки это комфорт. Ну, должен быть комфортным. Поэтому, ладно, хрен с ним, пару грамм пусть будет больше. Я все-таки не хожу пешком, а все-таки буду ездить на мотоцикле. Поэтому, ладно, 2-3 грамма погоды мне в этом случае не сделают. Зато у меня будет комфортный сон. Данную подушку я уже протестировал. Ну, в домашних условиях пока что. Пока что не было возможности выехать с ней. Ну, она и показала себя очень хорошо, очень удобно. Давайте я вам сейчас вот вытащу ее из этого чехла. То есть там есть, по-моему, несколько размеров этой подушки. Ну, я взял регуляр. Регуляр, да. То есть вся подушка покрыта материей. И вот эта часть, где будет лежать голова, она еще дополнительно сделана таким, как флисом, что ли. Надувается она очень легко. Тут имеется вот такой вот клапан. То есть первый клапан, если мы откроем вот здесь, то мы можем ее надувать. Если мы хотим ее сдуть, то мы открываем вот этот клапан. То есть вот так она полностью сдувается. Соответственно, мы ее сейчас хотим надуть. Давайте надуем. Все, теперь вот так она выглядит в надутом состоянии. Вот что я хочу сказать по поводу этой подушки, да. Если ее надуть максимум, то мне она как бы показалась не очень удобной. Соответственно, вот этим клапаном можно приспустить, можно надуть. То есть именно так, как вам надо. То есть получается, я люблю, когда она полуспущенная. То есть на полуспущенная вообще прям адски удобно, комфортно. То есть ничем не отличается от обычной моей домашней подушки. Я всю ночь проспал на ней. Мне было очень комфортно. То есть мне она понравилась. Соответственно, она не занимает много места. Сами видели, какой маленький чехольчик. Ее можно будет просто кинуть в рюкзак и потом долго-долго там искать. Потому что не занимает места и объема. Классная штука. Я знаю, мне в комментариях писали ребята, что вот, ну посмотри, посмотри видео у Борисневича. Как он там делает подушку, там кофри, все дела. Я посмотрел много роликов у господина Борисневича. И я вам скажу, вот то, что он предлагает. Это к легкоходству вообще никакого отношения не имеет. Да, он использует наволочку, набивает ее там каким-то барахлом и спит на ней. Но если вы посмотрите в его видосах эту наволочку, то она, во-первых, она очень объемная получается. Она весит достаточно, наверное, раза в три больше, чем вся моя подушка вместе с упаковкой. Поэтому, понимаете, фишка в том, что вот курочка по зернышку клюет. Там 50 грамм, там 100 грамм. То есть даже вот, грубо говоря, возьмите 10 предметов, которые вы с собой берете, из каждого сэкономьте по 100 грамм. Да, вы уже просто освободите килограмм лишнего веса, который вы можете заполнить продуктами питания. Или взять дополнительный газ, или что-то другое, полезное, так скажем. Поэтому тут важен именно каждый грамм. То есть максимально. Я вот на сегодняшний день собрал этот рюкзак. Я его уже взвешивал. Обзор я сделаю потом, чуть позже. Как будет настроение. Потому что я еще думаю, кое-что оптимизировать, может быть. Но на сегодняшний день мой рюкзак, а это, то есть, рюкзак 800 грамм весит, получается. В общем, сейчас скажу так. Так, рюкзак, палатка, спальный мешок, коврик, кухня. Это две титановые кружки. Одна на 700 миллилитров, другая на 420. Это баллон с газом, газовая горелка, подушка, полотенце большое, мыльно-рыльное. И все вместе, это у меня на сегодняшний день занимает 3,3 килограмма. Представляете, включая рюкзак. То есть он практически ничего не весит. Но внутри рюкзака есть все. Все для проживания, все для готовки. Это еще я не оптимизировал его. Потому что по мыльно-рыльному у меня там получается немножко много лишнего. Грамм 100 можно будет оттуда выкинуть смело, без сожаления. Еще в кое-где, может быть, подумаю, как сэкономить вес. Но я думаю, что максимум, вот у меня основная снаряга, включая рюкзак, выйдет где-то на 3,5 килограмма. Потому что мне еще нужно будет докупить фильтр для воды. Хотя, если ездить по Европе где-нибудь цивилизованно, то надобность в этом фильтре особо-то, как бы, наверное, и нету. Поэтому тут я еще в раздумьях думаю, как лучше. Но, но согласитесь, 3,5 килограмма на плечах. Тем более, если правильный рюкзак, у него большие лямки. И он, по сути, у вас не висит на плечах, не давит вам на плечи. А он стоит сзади вас на сидении, то есть этим ремнем еще как поясным притянут к вам, то есть чтобы он в бока, ну, никуда не скатился и все. То есть вы когда едете, вы его вообще не чувствуете. Соответственно, еще раз подчеркну, в моем случае, учитывая вот ту снарягу, которую я собрал, надобность в кофрах, ну, она просто-напросто отпадает. Нет, это глупость вкладывать сейчас деньги и покупать крепления, покупать кофры. Ну, ладно, это еще смотрится, когда мотоцикл какой-то такой вот специализированный, именно типа там Гуся или Африка Твин, да. Но они, они вот именно без кофров смотрятся как-то, ну, неполноценно, что ли. Но на другие, на нормальные мотоциклы, скажем, на Спартухе там или около Спартухе, или там типа даже, да возьмем ту же Сибиху классическую, обычные стриты, городить какие-то кофры, ну, это превращать мотоцикл, ну, да, во что-то некрасивое, неудобное. Это увеличатся его габариты, это вы уже в том же междуряде так вольготно не проедете, как если бы вы ехали просто с рюкзачком. Так что, естественно, ребята, сейчас я, конечно, это все рассуждаю, да, мы проверять будем летом, когда начнется сезон, буду кататься. Я сейчас, опять же, предвкушаю, да, многие сейчас по ту сторону экрана смотрят на меня, скажут, о, блядь, какой-то диванный турист, диванный эксперт. Да, я отчасти диванный эксперт на сегодняшний момент, потому что сейчас зима и поехать никуда, к сожалению, особо не получится, чтобы далеко и все это проверить. Но я вам обещаю, в следующем сезоне, когда начнется тепло, когда, возможно, будет нормально ездить, я обязательно поеду на дальняк. Да, я начинающий мототурист, у меня есть свой подход к этому делу, свое мнение. Я человек, я могу ошибаться, и в этом блоге, на этом канале я как раз буду делиться с вами своим опытом. Вот я сейчас убежден, что можно ездить с рюкзаком без кофров. Это мое видение ситуации, мое мнение, так скажем. Я никому не навязываю его, вы можете ездить как вам угодно, на чем угодно, с чем угодно. Это ваше право. Но вот я в данный момент вижу именно так. И мне кажется, что это правильно. Если я буду ошибаться, я, естественно, в своих видео буду об этом рассказывать. Что да, ребята, вот так-то, там-то я думал, что будет так, а вот оказалось, вы были правы, когда вы мне писали что-нибудь в комментариях. Все возможно. Поэтому цель данного канала именно развивать мото-легкохотство, путешествие налегке, делиться с вами ошибками, вообще делиться опытом. Многие, опять же, считают, что, ну, раз ты диван, значит, у тебя нет опыта и все такое. Да, это, да, имеет право место быть, такое мнение, я не спорю. Но давайте будем откровенными. Скажем так, я же не буду сейчас, давайте я сейчас уйду с Ютуба на 10 лет, наберусь опыта, стану каким-нибудь там модным туристом, да, а через 10 лет канал приду, скажу, вот теперь я все, пиздец, опытный, я сейчас буду делать канал. Нет, ребят, ну кто так делает? Поэтому у нас все получается параллельно. Есть канал, есть какая-то тема, мы ее развиваем, подключаются какие-то единомышленники. Да, у людей бывает разное мнение, мнение расходится. По моему прошлому видео, судя по лайкам и дизлайкам, я вижу, что мнение расходится где-то 50 на 50. Это, в принципе, нормально. Так что своими лайками и дизлайками вы просто высказываете свое мнение. И если там будут дизлайки, это тоже нормально, потому что людей много, мнений много, мнения могут отличаться. Это нормально. Поэтому, ребята, если вам в лом написать комментарий, хотя бы поставьте лайк или дизлайк, чтобы я мог понять ваше отношение к ситуации. Ну, приблизительно. Плюс-минус. От вас не убудет там клацаных на лайк или дизлайк. Ладно, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вилли, канал Мотохайкер. Увидимся в следующих видосах.